Это медик виноват. В сети начался флешмоб в поддержку врачей скорой помощи. Подробнее расскажет наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей постоянной рубрике «Из России с любовью». Здраво! 13 января Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летнего Григория Ахары, которыми вовремя не смог подъехать автомобиль скорой помощи. Дорогу перекрыла женщина-водитель с весьма агрессивным пассажиром. Мужчина прыгал на капот и угрожал медикам, вследствие чего пациент умер, не дождавшись помощи. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в случающемся также есть вина медиков. Находятся и сторонники. Говорят, мол, врачи должны были идти в обход вместе с оборудованием, невзирая на вес этого самого оборудования и агрессивного мужика. Видимо, и нести тяжело больного они должны были на своих плечах. После происшествия в Рунете начала набирать популярность акция «Это медик виноват». Участники иронизируют над тем, что во всем нас почему-то винят врачей. Не хочет девочку брать. И не возьму. Мы же не виноваты. У кого мальчик, у кого девочка. Это ж от природы зависит. От природы. От природы. А вот у вас самих. Кто? У меня мальчик. А, это ясно. Кошка бросила котет. Это медик виноват. Доллар, санкции и войны виноват врач участковый. Шутит в интернет-сообществах. Ничего другого не остается. В связи с произошедшим на Камчатке, в Минздраве теперь всерьез обсуждается вопрос об изменении законодательства с целью разрешить машинам скорой помощи таранить непропускающие их автомобили. Возможно, в этом есть смысл. Не понимает у нас народ по-другому. В сети масса видео о том, как медикам препятствуют особо упертые граждане. Порой водителям скорой приходится убавлять здоровье у хамов, чтобы сохранить его у пациентов. Хотя обстановка в других странах прямо противоположная. Опять же видео о том, как машины расступаются при одном только звуке сирены. Помимо простых граждан, скорой препятствуют и граждане с особыми полномочиями. Смотри, скорую не пропускают. Скорая не так важна, чем карта. Скорая помощь с больным, и вы ее не пропускаете. Кортеж идет на триж. А что важнее, кортеж или человеческая жизнь? При этом врачебные ошибки обсуждаются и порицаются гораздо чаще, чем ошибки остальных. Ошибки врачей дорого обходятся людям. Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого. Прискорбно, но врач в лице многих – это кто-то вроде святого. Который этих самых ошибок совершать не может, несмотря на низкую зарплату и риски для здоровья. Вот только такими темпами лечить у нас будет попросту некому. Меня должны оперировать, но врач куда-то пропал. Ладно, Джош, вот шанс, которого ты ждал. Ладно, Дерек, вот шанс, которого ты ждал. Работа у врачей, особенно в нашей стране, не такая веселая, как это показывают в сериалах по федеральным каналам. Остается надеяться, что благополучие врачей будет волновать не только самих врачей. Коли доктор сыт, так и больному легче. Будьте здоровы! До скорых встреч! Продолжение следует...